здравствуйте друзья у меня в руках длинная длинная очень интересное письмо от александра 32 года из города истры это под москвой и он описывает свою жизнь как он работал в продажах как он получал образование по которому не работал потому что в продажах было больше денег там и так далее очень очень интересное письмо но вопрос у него вопрос у него вот какой значит он собирается приехать в иные штаты ну там по какой-нибудь туристической визе какое-то время там поработать заработать на адвоката иммиграционного и вот там уже дальше там по политическому убежищу легализоваться но поскольку он никого не знает стране и как-то он с работой не непонятно как быть у него вопрос такой есть ли соединенных штатах какие-то агентства фирмы которые могут устроить на работу с человека с тур визой может быть есть какие-то бригады там и так далее вы знаете чего я вам скажу это зависит от того куда вы попадете например в калифорнии вот но не в калифорнии в целом может быть в лос-анджелесе на другой мир в кремниевой долине в сан-франциско я такого не знаю никогда не слышал то есть есть агентства которые могут вам помочь там я не знаю но в каком-то специфическом виде там деятельности но я не знаю там уход за пожилыми например то есть есть такие агентства они конечно в основном работают с теми у кого есть разрешение на работу но может быть они там могут могут и с человеком у которого нет разрешения на работу тоже как-то я не знаю ну вот но так чтобы вот просто вот ты приходишь и там говорят можно вот это делать можно вот это можно может вот наряд на стройку наряд там в такси наряд там туда наряд сюда у нас тут таких нету я слышал что такие есть нью-йорке но никогда с ними напрямую дел не имел поэтому да ну там вроде бы есть большой город там большой спрос вот на всякого рода значит услуги значит там есть но сказать вот вот пойди там пойди там к феде федите даст там моню моня тебе там даст email там гены и вот тогда вот по цепочке пройдешь там на выходе тебя будет 10 долларов в час там на стройке я то я такого не знаю вот может быть правильнее было бы поспрашивать но но вот на форумах обычно не очень не очень приветствуется когда нелегальные дела всякие обсуждают может быть надо с блогерами которые в нью-йорке живут может быть с ними поговорить не с такими кто за это деньги берет и говорит вот давай я тебя буду устраивать вот сейчас дам тебе газету будешь по ней всех обзванивать нет я имею ввиду вопрос людей которые на местности и которые знают что там на местности происходит я думаю что номер один . на карте сша в которой вам надо было бы оказаться для таких видов помощи это нью-йорк мучает сомнения меня смутно что и в лос-анджелесе это могло бы как-то сработать но не слыхал вот вот не слыхал что такое есть поэтому даже не знаю что сказать я могу поспрашивать у меня есть ребята в классе из лос-анджелеса у нас вообще много народу приезжает со всей калифорнии ну а вся калифорния это вот у нас и лос-анджелес новости немножко сакраменто сан-диего я могу их поспрашивать но пока пока такого не слышал я вообще заметил интересную вещь многие люди которые сразу приехали по грин карте вот по лотерейщике допустим это бы соединение с родственниками они вообще понятия не имеют о том как устраиваются на работу люди без разрешения на работу то есть для них это абсолютно темный лес они вот так смотрят и так вот такое ощущение что вопрос даже толком не понимают вот я несколько раз пытался там да но зато те кто прошли через политику конечно они в курсе вот так что такой вот у меня значит будет совет другой момент конечно что может быть удобно вот так приехать и чтобы тебя кто-то там подобрал куда-то там вообще вы бросил и завтра вот и вышел куда-нибудь там на 8 долларов в час наверное в этом есть какой-то элемент удобства но и без этого тоже можно жить то есть если вы приедете в тот же нью-йорк там и пойдете в первый же день там на брайтон бич и будете заходить в каждую дверь там с вопросом нет ли работежки какой вот я я думаю что найдется что-то но еще раз я не могу как бы отвечать за это дело всерьез поскольку никогда сам этим не занимался только так с чужих слов но я знаю что люди которые хотели найти работу на кеш находили работу на кеш там бывают конечно какие-то осложнения бывает что там там проработал неделю а ему не заплатили так бывает что-то он там натворил ну или он считает что он не натворил а те ему говорят что он натворил то есть это это бывает могут кинуть конечно другое дело что человек работающий даже на кеш и абсолютный нелегал не является незащищенным бесправным у него у него есть право при том что у него нет разрешения на работу но у него есть право получить свои деньги если он их отработал какая странная такая коллизия но но это так поэтому он не столько бесправный сколько просто не знающий о своих правах и о том как их реализовать есть такой человеку но вот у нас он называется лейбор комиссионер в калифорнии такой комиссар по вопросам труда наверно он как-то еще называется в нью-йорке либо также либо еще как-то ты к нему просто приходишь в офис там заявление пишешь и денег не стоит никаких значит приглашают этого работодателя и говорят это вася у тебя работал неделю ну а что ж ты ему не заплатил он говорит но вот так вышло в году давай вот сейчас вот прям тут садись вот с чековой книжкой да так и тут же вот и чек и выписывай пока домой не ушел вот поэтому как вам сказать это вопросы решаются это не зависит от легальности но может быть нам надо кого-то позвать кто так подробно об этом расскажет даже я не знаю в общем началось то все с вопроса о том если такие агентства но я хочу сказать что при том что агентство есть да мы знаем что вот где-то они есть при всем при этом я хочу сказать что львиная доля людей которые были в точно таком же положении как вы или приехали и работали и там все это у них продолжалось как-то и наладилось нормально они обошлись без агентства вот так что не возражая против агентств ни в каком виде я хочу сказать что не не кладите все яйца в одну корзинку как у нас тут говорят вот и так в общем посматривайте по сторонам тоже может быть будут какие-то другие варианты но я думаю что самый практичный совет из того что я сказал был в том чтобы с ребятами на местности пообщаться вот потому что там безусловно есть народ который в состоянии очень точно что-нибудь такое сказать и это может кардинально повлиять на успешность вашего предприятия вот я я бы так сказал то есть одно дело издалека я так поговорила другое дело уже там человек на месте все счастливо